К теме финансов. В ближайшее время вряд ли стоит ожидать ослабления рубля. Такое мнение высказывают большинство экспертов. Между тем, казалось бы, радостная для простого населения новость вызывает смешанные чувства у представителей бизнеса, производителей, ритейлеров и прочих. Кто-то говорит, что хорошо бы национальной валюте еще укрепиться, а кто-то наоборот, ностальгирует по показателям в 70-80 рублей за доллар. Почему так происходит, выясняла наша съемочная группа. Уже почти полгода, как национальная валюта, занимает довольно стабильное положение на бирже. Ее курс колеблется в районе 60 рублей, причем как за евро, так и за доллар. И вопреки прогнозам ряда экспертов, каких-либо драматических изменений не произошло ни в традиционно непростом для нашей страны августе, ни осенью, который уже подходит к концу. По мнению директора Института экономики и управления Тверского госуниверситета Давидом Муглашвили, если не произойдет никаких экстраординарных событий, то разве что Новый год сможет слегка ослабить рубль. Все равно люди будут покупать подарки, все равно люди будут готовиться к этому празднику. И, соответственно, маленькое-маленькое может быть понижение курса рубля будет. Совсем маленькое. Значит, ну, в районе одного-двух рублей. Но это сразу же закончится, как только новогодняя лихорадка закончится. Между тем, не все представители бизнес-сообщества такие прогнозы называют радужными. Компании и экспортеры уже давно призывают Центробанк сделать все для снижения курса национальной валюты, чтобы их продукция, в первую очередь сырьевая, стала более конкурентоспособной за рубежом. Компаниям-импортерам, а также производителям товаров с высокой добавленной стоимостью, наоборот, выгоден сильный рубль. Благодаря усилению рубля возможно снизить затраты на энергоресурсы. А это позволит увеличивать производство, увеличивать объем производства выпускаемой продукции. И, естественно, спрос будет расти. Высоким курсом рубля надо воспользоваться в первую очередь не для наращивания импорта товаров народного потребления, а для закупки станков и оборудования. Стране нужна вторая индустриализация, чтобы создавать в первую очередь средства производства. Мы знаем, что импортозамещение провалилось, к сожалению. И, соответственно, сейчас на колесах, как говорится, на ходу принимается решение поддержки нашего производителя. Поэтому я считаю, что этот курс сейчас надо немного поддержать. А что касается простых граждан, то высокий курс национальной валюты выгоден и им. Ведь многие продукты, те же фрукты, овощи, многие товары народного потребления закупаются за доллары и евро. А даже если они отечественного производства, то зачастую оборудование на предприятиях импортное. А значит, чем дороже валюта, тем выше цены в магазинах. А что касается стонущих от крепкого рубля экспортеров, то все мы помним, как они думают о народе, звенчат цены на те же бензин, металл или посолнечное масло. Объясняю это мировой конъюнктурой.